Препреждение, у меня еще не готово, я сейчас выеху. Извините, ну, минуту, ладно, подождите. Хорошо. Ну так, ну это что? Сейчас надо мне убить. Все тут у меня непонятно. Сейчас, минуточку. Вам видно, нет? Угу. Посмотрите. Нет, вас не видно, а Subaru хорошо не видно только. Видно, да? Нет, вас не видно, но слышно хорошо, но вас не видно. Ну, посмотрите, может вы сейчас увидите. О, сейчас я вижу вас. Видно, да? Нет, сейчас видно. Так, вот теперь говорите, кто вы, откуда вы. Здравствуйте, здравствуйте, Тихонович. Кто вы, откуда? Здравствуйте, меня зовут Максим Нечаев. Я из Аркутска, короче, ну, смотрю ваши ролики, иногда, ну, так это, недавно познакомился с вами, вместе с Закидом начали смотреть ролики ваши, короче, мне очень понравились они. Ну, я, короче, я не православный, ну, атеист, короче, я, наверное, в бога я не верю пока, наверное. Ну, я посмотрел, да, вот, на ваши ролики, да, я подумал, да, вот, ну, к вам приехать, покреститься, короче, помочь вам там по вашим делам, по хозяйству там у вас, наверное, если можно, конечно, наверное. Хотел бы вас просить разрешение там, ну, и там благословение, все такое. Так вот дело-то какое, что у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я знаю, я знаю, я не против. Так мы вас знать не знаем. Теперь неверующий, а что же с вами делать? А неверующий ему верить никак нельзя, он может что угодно. Неверующий, это во всем мире понимает, он ни слова держать не может, у него цели нет. Нет, я вас понимаю просто. Нет, никак, просто спросите, что важно, и отвечу, а приехать нельзя. Нет, я вас понимаю, что цели там... Да, я же не один, не в частном порядке. Нет, а покреститься там у вас, если вы дети... Нет, мы как решение... Нет, понятно дело, покреститься у вас там полное погружение, там все такое. Мы готовим человека от трех до пяти лет. Как решение, это такие нормы. Вот я вел занятие в университете, у нас было до пяти лет 500 часов подготовки. А сегодня пять минут нету, деньги давай, и все, у нас это бесплатно делается. Так что у нас никак нельзя. Вы там в Иркутске уже посмотрите, сходите в храм. Нет, понятно, понятно. Нет, ну я ходил, видите, пробовал, просто видите, у меня просто такая ситуация, да, что у меня... Ну, много родственников умерло очень быстро прямо, да, вот. Мама умерла молодая, ну, очень молодая была. Ну, поэтому как-то я засомневался, если Бог... Ну, и поэтому я как-то и не стал креститься из-за этого, все такое... Ну, если вы атеист, если вы атеист неверующий, а зачем вам креститься? Просто я посмотрел ваши ролики, что вы мне посоветуете, там. Ну, если вы неверующий, как назвались, а то зачем вам? Нет, атеисты, видите, почему атеисты, потому что... Нет, видите, потому что, ну, что, видите, мама рано умерла у меня, отец рано умер, что... И поэтому я подумал, что если Бог, если таких людей рано умирает, молодые там все, они были, наверное. Понятно, что... Поэтому я как-то перестал веровать, наверное. А так, я в детстве был крещеный, когда-то. Я в детстве был крещеный, и мама в детстве крестила, когда я был маленький, очень. Мама меня крестила в детстве, наверное. Но потом как-то я в церковь не ходил, там все такое, наверное. Никак нельзя. А вы сидели в заключении? Вы сидели в лагере? Да нет, нет, нет. У меня высшее образование, я горный инженер, геолог. Ну тут у нас геолог... Нет, нет, я горный инженер, геолог, я все, у меня высшее образование, хорошая работа. У нас есть геолог один, так они все время в тайге. Они там золото добывают и прочее. Я знаю, я тоже все время... Я знаю, просто видите, мне там есть невозможность, а у меня есть отпуск. Оплачиваем мы два месяца, короче, что я могу к вам туда приехать. Чем-то вам помочь, там, не знаю. Ну, такое все, возможность к вам приехать туда, у меня все получит. Даже из головы выкиньте, этого нельзя делать. Это не разрешается у нас. Мы сначала тщательно готовимся к встрече, узнаем о человеке. А вас первого видимо... Нет, я вас понимаю, я вас... Я... У вас какие-то вопросы духовные... Понятно, нет, поэтому я спрашиваю вас, поэтому я вам позвонил, вас узнать... Я вам ответил, больше никогда не звоните, не спрашивайте. Ну, как вопросы какие-то... Никак нельзя. Это нельзя даже говорить об этом. У нас было, там, приезжал один, там, начал что-то. Ну, зачем мне приятно зарабатывать? Сказали, нельзя. Нет, я понимаю вас просто, ну... А, ну, как вообще, какая возможность-то есть к вам приехать? И что мне надо сделать-то? Идти в церковь, покреститься, там, или как, или... Отпадает этот вопрос. Уверовать. Забудьте просто про это, забудьте про нас. Вы смотрите, берите полезное. Как уверовать, как жить в Боге, во Христе, для Бога. Вот это можете брать с наших ресурсов. Вот мы поговорим, я в конце вам скину наши данные. У нас очень большой сайт, форум, там. А поездки к нам из головы выкинуть, это абсолютно невозможно. Не разрешается. Нет, я вас... Я просто вас спрашиваю. Я вас понимаю, я просто вас спросил, как это все... Я понимаю, что сразу к вам ехать туда, и не собираться, сразу прямо как вот чемодан собирать и к вам ехать. Я вас хотел спросить, вот, поинтересоваться, как это все делается. Потому что не просто так это к вам, собрал чемодан к вам и приехал сразу. Ну, мы узнаем человека. Я просто вас хотел узнать. Не разрешается. Когда мы знаем, есть люди, которые ходатайствуют, людей этих уже знают, глубоко верующие. Тогда мы должны в деревне сказать, староста, батюшка должны узнать. Вы можете многое полезное взять из наших бесед. Такие люди впервые приходят, задают вопросы, там бывает сектор. Я смотрел, видите, я смотрел. Я смотрел, видите, у вас, там противоречивые комментарии такие есть у вас, типа, что вы там сектанты, что у вас неправославная община, типа, сектантская какая-то община. И так очень много, 50 на 50 процентов. То бишь, у вас, там говорят, что у вас это все православное такое, да, там целомудренное. Говорят, что там, типа, у вас секта это, наверное. Как понять это вот, отличить это, или как это даже в душе это должно будет давать? Ну, как это, отличить секту от там... Кто это говорит-то? Это люди-то, они безумие. Ну, комментарии, комментарии, читай я к вашим роликам. Ну, комментарии, что означают? Человек руку запустил в штаны, об забор шлепнул, и все, и пошел. У него ничего нет, у него ни имени нет, никого. Это бесы, это тролли называются. У них ничего нету. С ними нельзя не переписываться, ничего. Им платят деньги, чтобы они хулили и бросали, именно забрасывали все святое. А вот они, комментарии, да никаких комментариев-то нет, он не комментирует, он матерится. Я пять тысяч человек... Да, понятно, поэтому я вас спрашиваю. Я вам отвечаю. Только за два месяца я заблокировал пять тысяч человек, которые специально... Они матерятся пятиэтажными матерками. Они ничего не знают, им это не надо. Он другое не может делать. Ну, посему бесы, демоны, они добра не могут делать. А зачем это нужно? Он погиб и другого тащит. Они терпеть не могут, когда другой идет правильным путем, дорогой. Он не может терпеть, потому что он демон. Игнатич, я вас понимаю, видите? Игнатич, извините, потому что там священники, православные, да. Я вот в Иркутске ходил, знаменские монстры, в Иркутске есть. Там тоже говорили, что вы не православные, смесь православия с старообрядчеством, короче. Ну, такое вот все. Ни одного из них мы не видели, не знаем. У них имени нет, они цифры разные ставят. Что попало, называют... Я поэтому ему говорю. Ну, кого спрашивают? Это комментарий нету, это не комментарий. Ну, я сейчас встану и буду говорить плохие слова на соседа. А я у него ни разу не был-то. Ну что, тут рядом можешь получить. А тут еще можно и Путина ругать, и патриарха. То есть эти люди не состоялись, человеками не стали. Другой они не могут. Творящее зло. Они пристанут на суд Божий. У них веры нету. Ну, а когда встречишься, с ним разговаривать не о чем. Он по-русски-то не умеет говорить. Понятно, Андрич. Понятно. Еще у меня вопрос у меня. Никита, я смотрел про Никиту, много роликов давал у вас, короче. Ну, Никита, что ли? Ну, может, еще вопрос один задам, и все. Там о нем все сказали. Про Никиту ролики смотрел я. Вчера я посмотрел про Никиту, что он у вас уехал в Украину. Это все правда, да? Что он все поехал домой, или что, как его? Останется у нас еще вообще него. Ну, все, пока, ладно. Давайте уходим, а то я уже на пороге. Вы меня на пороге остановили. Ну, ладно, до свидания. С Богом, до свидания. Всего хорошего вам. Смотрите, я сейчас брошу вам данные. Ну, все хорошо. Все, отпущай. С Богом, до свидания. Давайте, до свидания. Все, спасибо. С Богом. Спасибо.